Четыре гран-при серебро и бронза. Сельцовский альянс покорил итальянскую публику профессионализмом и самобытностью. На результате сказались годы тренировок, репетиций и выездных концертов. На поводу у моды не пошел и руководитель ансамбля Михаил Кукарцев. Он сделал ставку на серьезные эстрадные и джазовые композиции и, разумеется, не прогадал. Его подопечная честь Родины не пострамили. Конкурс был на самом деле очень серьезный, потому что организовывал этот триумф, организация питерская. И достаточно много было участников, шесть ансамблей было в гран-при. Завоевал тоже очень замечательный ансамбль из Якутии. Это профессиональный колледж музыкальный. Конечно, соревноваться с такими профессионалами было достаточно серьезно и сложно. И детки молодцы собрались, побороли свое волнение. И несмотря на какие-то минусы сцены, зала, они собрались и достаточно хорошо выступили. И благодарила нас председатель жюри из консерватории из Питерска. И даже пригласила нас в качестве работника в Питер. Также пригласили на Славянский базар нас и пригласили на Мальту. Но в следующем году участвовать в конкурсе. Большинство ребят, ездивших в Италию, за границей не в первый раз. К примеру, 12-летняя Ксения Халимова в прошлом году уже побывала в Болгарии, откуда вернулась не с пустыми руками. Ее нынешняя победа в номинации соло – ожидаемая и оправданная. Девочка отдала Альянсу шесть лет и немало сделала для того, чтобы преодолеть на большой сцене волнение и неуверенность в себе. Теперь гордость за ребенка делит ее бабушка, которая в свое время привела внучку в ансамбль, и его руководитель. Результаты хорошие. В Болгарии я заняла второе место, а вот в Италии первое. Я джаз исполняла, очень сложную композицию. Сначала она мне не получалась, но потом уже лучше и лучше. И я думаю, она мне получилась. Первых мест удостоились также солистка Виолетта Абасова, дуэт Халимовой Ксении и Екатерины Строгановой. Кстати, руководитель Альянса без награды тоже не остался. Ему жюри присудило звание «Лучший педагог по вокалу». В рамках конкурса участники смогли повысить уровень своего вокального и танцевального мастерства, посетив мастер-класс ведущих специалистов Италии. Познакомились дети и взрослые еще и с незабываемыми городами, олицетворяющими неповторимый итальянский стиль – Римом, Венецией, Сан-Марина. Первый раз я заняла первое место в Болгарии, в городе Обзор. А вот второй раз вот в Италии заняла. Очень красивый город, мне очень он понравился. Он такой был разноцветный, красивый, шикарный город. Светлана Дробкова, Владимир Сидоров, События Сельцо.